Сегодня у нас в гостях художник, исследователь, участница проекта «Исследователь и художник искусства экспедиции» Лара Федотова. Лара, здравствуйте. Добрый вечер. У вас очень интересно звучит тема «Скромное обаяние искусства теней». Почему такое название? Очень завораживающее. Поделитесь с нами, пожалуйста. Да, действительно. Дело в том, что я работаю с разными медиумами. Медиумами – это видео, звук, инсталляции, авторская книга. Но самым любимым моим инструментом остается уже много лет фотография. И действительно, на первый взгляд, она так скромно бояет своей доступностью, простотой. Она у каждого под рукой. Но чем больше я и занимаюсь, тем больше я понимаю, что я соприкасаюсь с чудом, с волшебством. И это тот инструмент, который позволяет мне совершать действия, мотивирует меня на движение, на какие-то поиски новых точек соприкосновения с миром. И это практика, которая доступна каждому. Сегодня основное, наверное, что мне хотелось бы показать, насколько простой инструмент может давать широкие возможности при разных подходах и концептуальных, при интересе, при желании найти что-то новое. То есть это может помочь обнаруживать какие-то новые поля, новые участки на границах неизвестного. Это само слово пришло к нам из английского языка, туда оно пришло из греческого. В своем составе переводится как свет и написанный символ, буква. То есть тот знак, который получается с помощью света. Это изображение, которое создаётся без использования камеры, как я уже говорила, совершенно простым способом. Есть поверхность. Чаще всего используется бумага, но может быть дерево, металл, керамика. На эту поверхность наносится светочувствительный слой, он тоже может быть разным. Это может быть бромосеребряная эмульсия, цианатипия, фиторастворы, даже кровь. Кладётся предмет, который соприкасается. Да, да, есть такие проекты. Кровь. Боже мой. Так вот, на эту поверхность светочувствительную кладётся предмет, засвечивается и дальше в общем случае проявляется и фиксируется, либо не проявляется и фиксируется. В некоторых вариантах я тоже покажу сегодня такие проекты. Тогда изображение полученное изменяется. Самая простая аналогия это загар человеческий. Вот с фотограммой, чтобы те, кто, может быть, не знают, поняли, туда, куда свет попал, там получается тёмный след, куда свет не попадал, остаётся белое пятно. В начале 20 века фотограмма вдруг врывается просто на художественную сцену именно благодаря тому, что не оценили люди в 19 веке, именно своей контурности, символьности, тому, что она напрямую не репрезентировала мир. Ну, то есть, человек узнавал какой-то объект, но этот объект, он становился как бы символом сразу, знаком. И авангардисты, конечно, подхватили эту технику. Совсем другой подход можно увидеть у американской художницы, тоже Меган Риппенхофф, которая используется на типе для фиксации природных процессов. То есть, вообще можно выделить какие-то направления, по которым начинают использоваться фотограммы. Один из них – это фиксация природных процессов, потому что это прямой след. То есть, фотографии, если мы фотографируем от глаза, мы всегда видим от человеческого глаза взгляд со стороны, я вот это имею в виду. На фотографии же, получается, отпечатывается то, что обратной стороной к человеку. Во-первых. Во-вторых, то, что соприкасается очень точно. И получается какой-то другой взгляд, который может открывать новые вещи, какие-то новые знания о мире. Вообще, много экспериментов. Мы тоже в школе Родченко делали и с куркумой, со специями и с соками различных цветов. И потом прикладывается, засвечивается тоже, да, получаются вот эти вот следы. Петербургских авторов Александр Китаев. Потрясающие тонкие фотограммы. Работают с объемными, прозрачными предметами, с характером света. То есть, здесь видно, что свет сам, который освещает эти предметы, очень сложный, поэтому богатая фактура, с тонированием экспериментирует. Александр Черногривов, он совмещает фотограмму и фотографию. И такие призрачные, получается, пейзажи Петербурга. Изначально у меня была идея сделать фотограммы именно природной воды, потому что в лаборатории мне было неинтересно работать, хотелось получить прямой след, какой-то новый взгляд на воду, вот как я уже говорила, да, посмотреть изнутри на нее. Идея пришла мне зимой, поэтому пришлось зачерпывать воду из Москва, реки, она же не везде замерзает, ведром на веревке, в общем, как городская сумасшедшая. В каком районе Москвы зачерпывали воду, расскажите нам. На Воробьевых горах, в разных, на самом деле, на Воробьевых горах, на Котельнической набережной. Это же у нас, это же потрясающе. Там, где удобно и можно было, там, где она не замерзла, там, где можно было подойти и достать не очень высоко, где можно было подобраться к воде. И потом я очень быстро везла эту воду в таком ведре холодильника в лабораторию, там проявляла и фиксировала как раз. А, и засвечивала тоже там. По лунограммам Москва, реки я сделала книгу. Это не совсем фотокнига, в традиционном смысле, это не фотоальбом, но это фотокнига и как книга художника. Там есть мои тексты. А что эти тексты? Художественный текст? Там есть и художественные тексты, там, как бы, три автора, ну, условных. Есть описания мои, как бы, дневниковые, как фотографы. Я описываю, что я делала, и, в принципе, по этим описаниям можно повторить эту практику. В книге также собраны не только лунограммы, но и документация того, как я делала. И вот сейчас вот вы видели развороты, еще я их переводила в звук. То есть я обратила внимание, что эти, очень часто вот эти волны воды, да, вот эта фактура, она, в принципе, похожа на звуковые волны. И можно обратно, то есть как звук можно представить волной, так по считыванию звуковой волны можно понять какой-то звук. И, в общем, я экспериментировала еще со звуком и делала звуковые инсталляции. Фотограмм Москва-реки. Мы что должны, как зрители, в этом видеть? Отпечаток природы или попытка увидеть какие-то собственные ассоциации, объекты или, может быть, очертания чего-то? Предложение зрителю, может быть, найти какую-то свою практику, вот на основе моей. То есть я не задаю чего-то такого жесткого, да, но, может быть, это вдохновит пойти сделать или похожее, или что-то свое, или чуть-чуть видоизменить. В общем, как-то экспериментировать и по-новому смотреть на мир. Вот больше, наверное, про это, про то, что необходимо находить новые какие-то связи, новые виды коммуникации. Вот, наверное, об этом больше. И, кстати, мне кажется, это одна из основных функций вообще искусства, немножко менять взгляд человека, когда вот он бегает, бегается в каких-то бытовых делах, вот в этой рутине застревает, и тут вдруг раз, что-то, о, а это оказывается вот так. Лара, спасибо вам большое. Напомню нашим зрителям, которые смотрели трансляцию, что у нас в гостях была художник-исследователь, участница проекта «Исследователь и художник искусства» в экспедиции Лара Федотова. Лара, спасибо вам еще раз большое за такую, я бы сказала, утонченную лекцию. Да, что это нужно было обладать, на самом деле, особым вниманием и чуткостью для того, чтобы действительно услышать то, что вы сказали. То есть действительно понять те смыслы, которые вы сегодня транслировали. И я благодарю вас очень-очень за высоту полета, который вы привнесли в наш проект.